так ролик называется кезару мамкин гангстер вот это бля конечно бля надеюсь тут будет смешно как минимум опа нахуй ока скип сегодня на обзоре опасный генгста из барселона я вот смотрю типа риндач охуенно и себе пересадку сделал бля хочу тоже блять ну реально помолодела еблище просто пиздец он начал полу лысый был а сейчас пересадочку то себе сделал так вообще кайф я буквально рискую жизнью дело этот обзор не часто приходится иметь дело с настолько серьезными людьми я делал дела на тогда вы не было еще на я в 12 лет уже это шоу делал деньги олег не чапаренко он же рэпер кезару родился в петербурге в 1989 году уже в 16 лет чтобы прокормиться с головой чат две цифры срочно ушел в криминал он был местным дфдила и по собственным словам имел дела с такими ой это на это я знаю блять вот это это из клипа про скажи кто насрал ведро ведро кончи кто был на анале поставлял дилдаки накидайте мне кончи nice track был блять никто оригинала не знает самое забавное ими людьми что если бы мы знали имена и очень много вопросов бы сразу ну исчерпанного было например самый популярный вопрос тебе 34 ну почему ты такой тупой так вот слушай я не ему 34 блять я думал ему 22 знаю вот так вот кстати кезару это единственный человек который когда выкладывает чб фотку застреленного рэпера в сторис действительно плачет опа кого-то хлопнули братан в данный момент олег скрывается от российских правоохранительных органов в барселоне на родине ему грозит 10 лет колонии по статье хранения и распространения с 2016 по 23 год находился в международном розыске в интерпол и к 34 годам узнал как правильно входить в хату в россии испании и германии виду вышеперечисленного считает себя настоящим оу джи я не блоги снимал понимаешь совершенно другими вещами и они привели меня очень хуй ну и печальным последствиям как минимум стране ничего рэпа нет блять веса понял заторможенная речь блуждающий взгляд и слон типа рейл гэнкса жесткий там но поставки ебнуты общественных душевых свой стрит-кредит кезару перенес в испанию там он также имел проблемы с законом и даже отсидел в местной тюрьме ввиду розыска по той же статье и не раз рассказывал о жестоких уличных схватках я сломал себе руку последний раз об маракан который 90 килограмм месяц осуждаю что осуждаю пиздец не поддерживаю чат был такой же короче рассказывал тоже в каком-то интервью но не конкретно кезару который говорил что в него короче жесткий шейх стрелял бля обойму высадил сака 47 пиздец кто блять орут ну да 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 а там еще джарахов сидит такой нихуя себе блять поняли типа вахуй и это он еще с холодной головой подошел представляете что он сломает если по-настоящему разозлиться ребята живите живите дружно несмотря на сомнительный лайфстайл кезару любят все потому что дерзкий образ он нивелирует принципиальной позиции по отношению к абсолютно все должны быть знакомые сосите огромную шляпу и снимайте дальше свою никчемную и конечно чего как цензорит конечно не забывайте про ваши ставки вы выше по жизни можете только слабых людей да базару ноль блять пари нахуй внизу в описании по баннеру регаемся слабые сильные регаемся все скамы в интернете и бля но я хотя бы наркоту не толкал ёпта напиздел нахуй тут коммерческому рэпу без души короче типа такой свой пацан нету никакого хейта есть только оправданное неуважение олег в своих принципах прям идет до талого соответственно вот этот чел тоже я хз уважение мы с ним лично не знакомы но он типа классный чел как я по отзывам слышал блять по отзывам тоже звучит по уебански типа он ровный пацан да типа на нормальный челикс не зажравшиеся ничего блять мы пересекались немного где кстати поэтому такой типа я честно сам лично не знаком но многие кто его знаете говорят что он вообще классный чувак принципах прям идет до талого соответствует ли сам кезару своим жизненным принцем да я не про музыку говорю я и не слушаю игру типа чел сам нормальный вроде как спойлер не хоть сегодня мы разберем карьерный путь гэнгста бонге стримин до эпоху читера как прямиком из сизо он оказался в барселоне и причем тут богатые родители так ли была страшна тюремная жизнь в чем вообще его гэнгста конечно же дружба сару там рекламы нелегальной быка и прочие переобувания за базар надо отвечать а книга же у него еще есть да ты ребята я увидел кролика и в тик токе мне попался мем с кроликом там где девочка с кроликом там еще такой типа он мне так ой ну он вообще крутяк он мне так нравится ники ники милашечка и я там короче спросил вопрос а можно ли типа вот этот генератор несколько блять горшку приучить и мне сказали что да блять кролика можно к лотку приучить вы охуеете сейчас блять ебать это имба если кролика можно приучить к лотку нахуя тогда кошка нужна кролик же прикольный если он будет гадить в горшочек ну блять заведешь не когда в свою квартиру перееду да наверно заведу а пока я блять еще в ипотеке если ну заебет я просто съем ничего страшного типа но глубина мысли я не знаю просто кошку то ты ниши не съешь же дельфин пишет автобиографию ну почему ты такой тупой но перед тем как начнем сегодня хип-хоп возглавляет музыкальные чарты я думаю у каждого найдется это шутка блять хотя бы один знакомый который записал крутой рэпчик под бесплатные минуса на старый новый год но чтобы считаться реальным другинство нужна крутая тачка а где лучше всего искать хорошие автомобили где конечно на автору это сервис папа я там мерседес свой наш холст пал через этот сервис особенно заценил фишку с отчетами от автору отчет автору покажет полную историю автомобиля по множеству параметров собранную с проверенных источников заебись четко фильтров больше не нужно ездить на поле чудес в надежде что тебе подарит автомобиль переходи по ссылке в описании это ты блять что спасибо и так кизару опасный гангстер который погряз меня но автору хороший типа проектик мне нравится ну там чего авито автору дромчик еще или дрома есть автору я не помню в общем там иногда тачки просто смотрю облизываюсь так ну как наверное многие смотрю думаю так чтобы я мог купить будь я миллионер и начинаю листать посмотрел красивые фоточки потом выключил пошел спать и криминале самого детства рост на улице натягивал трусы до выпка и даже родимые пятна выстроились форме тату что подел пошел плакать до плать гетто одно дело ты пошел броня я просто но я не понимаю почему машины столько стоит типа но это же не нормально что машины могут стоить как квартиры блять это ж пиздец за что блять ну типа по моему машины вообще должны стоить хуйню давать от них земли блять купил себе ебать какой-то ли этот лексус ёбаный или крузак и сидишь такой блять и сидишь пердишь делает травить народ а другое другое дело ты пошел продавать потому что кушать хочется нормально вот мы тут смотрели видео прошлое про там тоже чел хотел кушать и кофе на полторы тысячи напиздил из магазина все еще хочется одеваться хочется роликсы хочется девочку хочется а ну блять как это с нахуй связано блять девочку хочется поэтому я что кашиш блять толкаю по моему девочку ну проще из всего из этого ну без гашиша найти вертолет хочется машину хочется остров хочется квартиру хочет работать не хочет чапаренко олег викторович вы обвиняетесь в хранении распространение запрещенных веществ что скажете в свое оправдание кушать хочет тяночку хочется чушь ты сразу не сказал ну конечно правда не смешите меня ребята пиздец первые проблемы от незаконной деятельности бля то я ебать слышите я сначала думаю бля крутой чел а теперь бля я думаю себе бля на куй на выебонах бля уф пиздец слышите и настигли его еще в восьмом классе гений продавал одноклассникам чай ахмат под видом мари со слов матери после этой выходки его выгнали из престижной английской школы представляю как уграла его мать а вот почему бля ну это вообще пиздец вместо поставь чайник он говорил поставь водник ну и как вы могли догадаться я и бля я ничего не скажу я ебал я не хочу извиняться в этом году блять раз парнишка учился в английской школе вряд ли кривая была прям единственным билетом жизнь олег рос в очень обеспеченной семье отец крупный предприниматель а мать владелица магазинов брендовой одежды жил в огромной квартире в историческом центре петербурга в детстве ходил в жан-поль готье форма не версачи во все это хоть и да я даже не понимал что нам не одет то есть по сути у него не было необходимости зарабатывать и поел челы привет вот любой ценой чтобы выжить он просто косил под черный пригрызают все провода которые висят и лежат около пола это их самое любимое дело тогда передумал каролин плевать что они делали это от безысходности выглядят круто что очень не понравилось правоохранительным органам и мамкиного гангстера осуждаю грамма вещества на зиму что ли собирался закатывать в россии ему светило до 10 лет однако таинственным образом буквально в стиле дэвида копперфельда из сезона очутился в центре барселоны ну-ка ватер капусту йоу это кенгста щит алло ма пора платить капусту если ты не заплатишь меня в на зоне 3 на озоне из половины тысячи евро ему дали на первое время чтобы обосноваться в испании мне пришлось жить на эти деньги двигаться на эти деньги от бедолага 10 лет на зоне в россии или солнечная испания три с половиной тысячи евро на кармане любой бы выбрал кресты в испании олег приобрел свой неповторимый стиль гангстера на интервью в открытую заявлял что занимается продажей травм но только вот в чем загвоздка там это легально это тоже самое если продавец помидоров будет выёкаться что в россии помидоры продает короче начал жестко ха да я продавец водки нахуй да я селедку нахуй ставил все равно просил деньги у мамы она мне иногда помогает с деньгами там 200 300 евро там алло ма пора платить капусту сыночек хочет покушать однако российские спецслужбы не дремлет мвд отправили заявку в интерпол и кезару объявили в международный розыск сми облетела новость и карьера тру гэнгстрэпера пошла в гору ведь его разыскивает сам интерпол круто из минусов пришлось отсидеть в испанской тюрьме врагу нахуй пожелаю такое вообще пройти нелегально там нахуй пиздит блять чел мне похуй я знаю что в грузии легально блять в амстере легально блять хорошенький город амстер а в россии нелегально нахуй в таиланде не в таиланде не чё-то ну минус вайп какой-то чуваки но мне кажется в грузии не все так просто нельзя приехать в грузию и обкуриться нахуй обсуждаю можно ну ладно и видеть такое столько слез что пиздец 4 месяца субтропиках да еще и с телеком камере я сидел вообще с черным что у него был телек в камере сотодали реаль в народе тюрьма для особо важных персон оборудована бассейном двумя кортами для сквоша площадками для гандбола баскетбола футбола от хуя тюрьма нихуя да осуждаю блять да что вы осуждаете все блять я нихуя не слышу осуждаю блять также спортивными залами им пришел в стрит с сокамерниками врагу нахуй пожелаю такое вообще пройти и видеть такое это реально жесть наверное сейчас жалеет что не остался в россии вообще по идее после отсидки его даже не я вообще что-то в ахуй на самом деле блять вот ну вам 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 не кажется что зэки должны в худших условиях сидеть они в лучших блять иначе это ебать не тюрьма санаторий какой-то блять это что-то пиздец это ты ну как ну какая же тупая хуйня ну реально ну то есть пошел чела ёбнул сидишь блять чилишь нахуй в бассейн хочешь на соньки играешь блять с пацанами там бля хуяришь тыры пыры вышел такой нихуя не изменилась только стены блять упали но это пиздец что мешает пойти опять нахуй кого-то ебну бляк тюрьмы как будто надо бояться блять понимаете ты не прав блять а с хуя или ты я и блять не правда блять суть тюрьмы перевоспитать и заново адаптироваться а ну ты-то сидевший наверное блять я тоже просто ну пятерик-то отсидел по малолетке братишка ты мне лясы точишь блять сидишь тут в чате нахуй татьяну на стол рогам намочил сука иди отсюда водолаз ёбаный блять должны были депортировать на родину просто потом меня испания оставила на своей территории я за 6000 евро нанял адвоката мне тогда помог отец алло по фене база блять я вот так не помню парашютист это тот который по моему как заходит в хату и его головой вниз просят прыгнуть с руками за спиной а вот водолаз это тот кто блять от уважаемых людей в камере нюхает пердеж и в другую сторону его выдыхает ты в хату зашел тебе тряпку в ноги кинут твои действия ёпта я чё знаю что ли нахуя мне тряпку в ноги кидать я чё уборщица что ли не ну если бы я блять тюрьму поехал я так там я там так не выебывался очевидно подберешь нахуя мне подбирать нет конечно а пора платить капусту если делаешь да ничего типа я скажу а зачем вы кинули тряпку не уважаешь их что ли для тинвейв сука у меня все хорошо в моем будущем я себя вижу еще буквально ну полгодика стримером точно вот чё ты будешь делать если у тебя модерку заберу блять а это вот тебе важнее наверное будет знать-то про тряпочку ты ты не заплатишь меня вот и раз выёбывался тут в 2021 году кезару снова сел в тюрьму снова интерпол и снова на четыре месяца только теперь в германии скорее всего ему не объяснили что шенген нужен не чтобы отсидеть во всех странах евросоюза а в остальном как обычно пацаны там где я сидел уже в двадцать восемь полностью сиды и прикиньте да сложно сука выжить но не знаю как будто ну нет такого стереотипа что германия это сосиски пиво и ужасные тюрьмы с понедельника по четверг подъем 6 травы и я даже пятница суббота воскресенье во сколько хочешь завтрак ужин хлеб вода чай вам на завтрак хлеб воду или блюдо от шеф-повара чай 23 часа ты заперт в одиночке час прогулки так ну давайте посмотрим распорядок среднестатистической ними блять бизнес онлайн подъем завтрак камере работа в прачечной ремонтной по сборке детали обед в камере работа прогулка во внутреннем дворе ужин в камере отбой ска тюрьме 600 подъем и завтрак в камере 7 до 12 работа обед и до 4 снова работа то что ты не ходил на работу вовсе не означает что тебя заперли в одиночке просто делом займись или тебе в тюрьме развлекательная программа нужно час прогулки во дворе ужин и аж 4 часа свободного времени даже в театр можно сходить не дают звонить не семье не родным ничего не дают короче тебе не интернет не дали блять даже никому с номера 900 не набрать это блять ужас а не тюрьма нахуй ставлю 0 баллов из десяти это пиздец в тюрьму в германии ребят уговорил в общей сложности за 34 года кизару просидел в тюрьмах европы 8 месяцев зато татух набил как будто в каждой стране нахуя мне тюрьму в норвегии блять чекать там наверняка блять еще и проституток вызывают когда захочешь навали например джефф над бровью в переводе с испанского шеф как говорил сам олег это напоминание о испанской тюрьме в которой он получил немало уроков для жизни типа как прыгать бомбочкой в бассейн играть сквош и забивать данки поверь мне на слово это место меня неужели каким же образом раньше я был белым осуждаю но вот что он точно приобрел это понты это уже не музыкант пабло эскобар не меньше ты вообще продавал когда не чтобы прокормить себя а ты осуждаю нахуй блять то что вы все осуждать осуждаю я опять прослушал вопрос такой какой те когда-нибудь на хату вылетали в кавказцы клали мне у меня почти до тебя в полно пиздили забирали не пиздили но почти было у тебя бабкина это все в один день до день произошло был у тебя когда-нибудь то что кент твой близкий которому ты помогаешь берет тебя идет мусором сливает честно говоря за что и блять меня не за что сливать вообще ноль попадания в аудиторию даже не знаю у меня даже знакомых таких нет там ты вообще помогал своим когда у них кумары денег нету когда в тюрьме клизму ставили а ты думаешь вдруг не клизма было у тебя такое дэшшилай фууик пипу за best or nothing к mercedes-benz и причем вот что удивительно несмотря на то что по сути если бы не связи родителей он бы до сих пор сидел в российской тюрьме его отношение к связям и людям кто ими пользуется крайне радикально короче книга у него есть каждый раз когда я могу пойти в душ тогда когда захочу они тогда когда мне скажут я ценю это ценю еду воздух солнце природу свою музыку талант который дал мне бог он если что про этот талант но большинству это блять а как это нахуй так вообще нахуй возможно все сварилось небес или это родители дальние родственники у нас же все в россии через очень мало я знаю людей которые чего-то добились в жизни сами без помощи родственников знакомых и прочих связь на этой хате я отвечаю за порядок подними ноги вообще это не просто книга это автобиографический роман болеть таких людей где реальные условия люди реально справляются потому что смысл не в том чтобы человека мучить а у условия ужасный как и процент рецидива и красно братишка ну что надо короче наверное вместо тюрьм отели сделать всем заебись чтобы подумаешь блять там кого-то блять изнасиловал блять подумаешь ёбану кого-то пусть сидит заебись отдыхать чили я вообще не согласен с этой хуйней ссоре мужик вообще нет я считаю тюрьмы надо бояться тюрьма останавливает многих поэтому блять я не согласен с тем что люди блять исправляют это наивно да многие исправляются блять чел и в обычной тюрьме люди исправляются базару 0 но как это блять ты ну ты прошлое не изменишь чел тебе с этим жить называется дежавю богенский рэп с у меня не знаю понятие тюрьмы блять но я видел тик токи типа где теория чел который сидел в тюрьме рассказывал типа что тюрьма некоторых реально меняет типа базару 0 типа я ж не спорю блять но про то чтобы там все сидели блять на playstation играли да вы чё охуели шли вода и я если вы подумали что это просто рандомный набор слов вы правы вторую часть он назовет куркума чилийский хлеб и вадим ну почему ты такой тупой иногда мне кажется что рэп дал мне больше знаний чем родители и школа вместе смотри на факты процент рецидива ты чё блять эти проценты сам собирал блять ты или блять меня вот сука радует вот эти вот статисты ёбаные откуда вы блять статистику берете если меня никто не спрашивал блять так в принципе вся статистика работает берут нахуй 10 условно блять выборочно типов опрашивают их из этого складывается статистика блять все нахуй ты не сидел я блять типа откуда вы блять статистику берете нахуй я не понимаю вот вы блять много там чаще всего берете просто и читаете блять была приведена какая-то статистика блять среди кого нахуй кого блять спрашивали нахуй любую новостную хуйню просто вводишь слово статистика читаешь новость блять там чуть ли не все гандоны блять кого блять спрашивали еще раз спрашиваю нет блять базару 0 может где то там есть блять какая-то официальная блять статистика я ж не знаю блять я сейчас просто беру пример типа статистику врачей Как это вообще возможно? Это не укладывается в голове Вот есть Маугли Для начала надо знать шутку рецидив Чё это такое? Повторное А вот нахуя мне это знать Если я в тюрьму не пойду И зэков у меня нету Среди знакомых Вот я без этой информации Как-то жил спокойно И ещё столько проживу Дай бог, блять Планы экскурсии в колонии строгого режима Всё там у них заебись Телек есть, кухня своя в отряде Только ёбло злые И нам, девчонкам, в любви признавались Ну вот, а потом придёт какая-нибудь тётя Клуша, блять, одинокая Он ей в любви признается, блять Потому что ему похуй какая, блять И она ему будет письма, блять Писать и ждать его, блять Ёбаный в рот Стандартная практика, нахуй Его воспитывали животные Но даже они понимали, что человека должны воспитывать люди Почему Балу это знает А 34-летний Олег нет Ну и чё ты? Чё это? Я за одноразки пойду в тюрьму? За что, блять? Да это полпланеты надо посадить тогда Ты кто? Это гэнг? Это не гэнг Красной нитью сквозь всю книгу Кизару Тянется неприязнь к России и всему русскому В первую очередь, конечно, потому что ему не разрешили Тут спокойно травить людей Один русский воздал, а другой тот вообще кореш, с которым они дофли Обокрал, представляете? Нарик на трэпхате Быть такого не может Но виновата Россия Я ему и одежду давал, и деньги давал, и кормил, и жил он у меня Вот 80% людей в России такие Вот я такой! Идут по головам, завидуют Да, да! Слить или настучать Да! Вон у Мизулиной полный телеграм, блять Стукачей В Испании, конечно, торчат совсем другие Порядочные, честные, ага У них там даже детям говорят И если потеряешься, обратись к обгашенному дяде под мостом Просто как у него мозг устроен Сам жил в дерьме И считает, что у всех так же В 6 или 7 лет я впервые столкнулся со смертью Моя бабушка повела меня смотреть на маленького утопленника Моего ровесника Он лежал весь синий Зачем она это сделала, я не знаю Я объясняю это себе только русским менталитетом Бля, ну это у всех такое было Вот, ну, я считаю Если вы живете в России И вас бабушка Ну, утопленника вам не показывала Ребенка какого-нибудь Который всплыл синий Ну, это вообще полная хуйня То есть, ну, вы, блять Ну, вы не русский человек, блять Вот у меня показывали Было? Ну, вот, смотри Многим показывали Ну, значит, 80% реально все-таки Менталитет, блять Факты пишет Чел-то, блять Бабушка хотела тебе показать Что будет, если пренебрегать техникой безопасности Чтобы ты понимал Что утонуть возможно Далеко заплывать нельзя И так далее Блять, да Ну, блять Рындыч Бля, при всем уважении к тебе Ну, че-то такой себе пример, блять Нахуя мне Это делать? Я просто представил себя бабушкой И подумал А нахуя мне своему, блять Внуку вообще показывать труп? Так-то, в принципе Да, это было перебор Но при чем здесь российский менталитет? Ну, да, согласен С подобными проявлениями русского духа Я встречался еще не раз в своей жизни В 5-6 лет неизвестный подошел ко мне на колонке Когда я набирал воду И сломал нос Просто сломал нос и уехал А в 14-го, когда он катался на скете Ему точно так же Просто подошли и сломали нос Просто ходили и били его Типичная российская действительность Я вам не рассказывал Но вообще это мой ежедневный маршрут Только вот с колонки вернулся А вы бы видели этого пиздец Стоит, плачет Нихуя не понимает Но вообще я понимаю, что подобное В принципе, гипотетически возможно Дураков везде хватает Но вряд ли это возможно Только прям вот в России В Америке твои любимые рэперы Шимят любого, кто на их район зашел И повода даже не нужно Тоже русский дух Так если почитать То там россияне вообще отбросы какие-то Даже банально музыку слушать не умеют Одно дело, когда ты слушаешь музыку И тебе просто нравится Большинство людей так слушают Но рэп так нельзя слушать В него непременно нужно вслушиваться Я начал в этом больше разбираться Вынес кучу жизненной информации И уже тогда начал сомневаться Что Россия это моя страна Да-да, типа душой ты черный Осуждаю Осуждаю Посмотри в зеркало Потом открой свой паспорт Ты Олег не Чапаренко Это дерьмо не для белых Осуждаю, блядь Не поддерживаю, мама Он бы уже оформлял пожилой Ёбаный рот, блядь Сидя в KFC А с русскими людьми Мне не о чем разговаривать Что вы них я не знаете Что вы тут парни Смотри, что укропни, блядь Воу-воу-воу-воу Потише, куда стреляешь? Тебе еще балласы в GTA расстреливать А кто ж даю, ёпта, блядь Так Вы Мы Мать вашу Мать не трожь Можете давать свое мнение И слушать музыку, рэп, хип-хоп Когда вы Считаем, что True Gangsta Не будет сраться со школьниками в инстаграм? Не знаете английского языка Ляаа Неужели, чтобы вы Ля, это реально слушайте Вот, ну реально Настолько пиздатый Что со школьниками в инсте хуярится Бляаа Ебать вообще Это пиздец Сказаться на срочке Кезару по типу Бля, у тебя генгстер Мне было бы похуй реально Факт ми бразер Нужно иметь уровень английского Не ниже b2 Правильно, конечно Единственное, что вы можете Это послать меня нахуй Давай еще вопросы Назовите мне три человека В составе группы DITC А, ну это просто Гуф, Птаха, Слим и... Гуф, Птаха, Слим Фэджо Фэджо Да, Фэджо Вообще понимаете, нахуй Вообще понимаете, шо эти сучьи дауны Ох уж даю! Не мама, блядь! Ёбаный рот, блядь! Чо ты несёшь, нахуй? Да успокойся, Сайдкинг Боб Мы троллим тебя Ну, конечно, Наташка Ты можешь только написать вот эту за... Я понимаю тебя За что Наташу, блядь? И ты тоже можешь Или он просто так, ну Отдалённо просто рандомную девчонку Наташкой назвал С таким трепетом Олег относится к рэп-иконам 90-х Чтобы типа не упускали А позволяли Ну, я понял, короче Ну, я, значит, не прав по поводу тюрьмы, блядь Но я всё равно считаю, что нельзя Хорошие условия делают Потому что мнит себя преемником культуры Сука, я ходячая энциклопедия хип-хопа Из-за этого близко к сердцу воспринимает, когда отечественные рэперы копируют приёмы западных Вот даже, например, цикличность в припевах, как у Лил Пампа Вообще сейчас все начинают делать музыку, как он Просто делать цикличные припевы и повторять какую-то фразу, которая заедает Вообще глупо предъявлять рэперам за цикличность в припевах Ты бы ещё предъявил банкам за хранение в сейфах Впрочем, раз Олега это цепляет, наверное, у него Ну я тут согласен, кстати, ебать Это типа очень просто Подобных косяков нет Нет же Вообще не циклично Слово предоставляется эксперту хип-хопа, Билл Нас Лузи Верту Пиздобольскому Да, спасибо Смотрите, рэп это серьёзно Цикличность в нём непростительна Скорее всего вызвана болезнью шестиэтажных рифов Почему шестиэтажные? Потому что это квадраты А квадраты, как известно Признак, что вас на***ли с цикличностью И экстентацион из этого убили А казалось бы Просто значение Просто значение твоего ритмического рисунка За это гасят Так а зачем ты базаришь, открываешь свой рот, если ты не знаешь? В своих треках Кезару читает в основном про гангстерскую жизнь, деньги и, конечно же, сучек Я же ган, я крутой Каждая моя О, одетая, блядь, слава богу Твоя тоже моя Блядь, нет, ну хуй знает Это, блядь, это и... Если хочешь, моя тоже твоя Ладно Короче, ничего нового Я драну, суки, драну, суки Драну, суки, драну, суки Драну, суки Походу, для него это до сих пор круто На втором месте огромный пузырь из Хубабубы Правда, если почитать в книге про его бывшую Выясняется, что Олег, конечно, тракает, суки Но вряд ли им нравится Она встречалась с кем-то У нее был бывший на тот момент чеченец, которым потом искал меня по этой барсе Они мне угрожали Но понятно, что все эти угрозы просто смешно Но не суть Короче, я отбил у Чеха малую свою Первые два года отношений с Лерой Это был просто ад Сказать, что отношения не складывались Это вообще ничего не сказать Мы настолько разные с ней отношения не клеились Постоянные ссоры, скандалы и так далее Ей тяжело было, что я не мог никуда поехать Я вообще не выездной Ни одна девушка на это не согласится, блять Да, блять, да, нахуй Так оно и есть, блять Че? Похуй, нет? Бля, отвечаю, нахуй 24 на 7 бы сидел с Алиной, блять Вот реально Если б не Диана, которая, блять, нас тащит куда-нибудь Постоянно поехать Но он так говорит, блять Будто все такие, нахуй, да? Ебать Угу Так Ну я ее отпускал на 2 недели Куда-нибудь Она хотела слетать, отдохнуть Я ее отпускал Потому что понимал, что я сам не могу В своей проблеме виноват только я Она же не виновата И что там? Через буквально 2 года я начал рубить бабки Первая машина Ешка Белый Мерс И она поняла, что надо ей успокоиться Если я стремлюсь наверх и делаю все, чтобы мне было комфортно И ей понемногу ссоры сошли на нет Притерлись Но совсем без скандалов мне не обходилось Там не было тяжело Но меня нормально пришибло Когда я позвонил бывшей Она выдала Слушай, ты меня задолбал Постоянные какие-то проблемы с мусорами Что ты с господами полицейскими Что ты с собой сделал? Ты мне больше не интересен У меня есть другой Я полетела в Лос-Анджелес Л.А. Вот что я услышал А я первый раз в тюрьме Молодой Ничего не понимаю Еще вот это в придачу Я вспоминаю все, что она прошла со мной А она прошла через многое в Питере Блядь, ну У меня к ней даже доебок Нет никаких, блядь Чел, сука Пятый раз садится, блядь Если не десятый, нахуй Ну понравился другой Понравился, блядь Вот он вообще ноль предъяв, нахуй Если честно Ну второй, блядь Ну типа Это первый он сел Да похуй Блядь, если бы у меня парень сел Я бы ушла сразу Это второй Ну второй Ну вы заебали Вы поняли Мне бы, блядь И первого не надо было Чтоб съебаться, если честно Я вам сразу говорю Вот сел бы в тюрьму Я бы, блядь, все Я бы даже не дожидался, нахуй Мне похуй, все Считай, как гангстер Прошла со мной А она прошла через многое В Питере Я думал, что жена будущая Оказалось, что это вовсе не то, блядь Я ей письма писал еще Ну у меня не так получается, чуваки Как у гения, блядь, сатиры У сатира, конечно, один в один Если Алина сядет Что, блядь, должно произойти Чтобы мою Алину посадили в тюрьму Блядь, ну тогда я как минимум Разочаруюсь в человеке, чел Ну то есть, важно это учитывать Ладно, сядет Но типа то, что я разочаруюсь Это пиздец Убийство меня А, ну это похуй Тогда ладно Я же знать не буду, мне похуй Так, оказалось, что это все не то Я ей письма писал еще Мол, не торопись, я понимаю Иначе почему они уходят другим А он потом письма строчит Не торопись, я все понимаю Слово предоставляется эксперту В межличностных отношениях рэперов и сучек Арнольду Пиздобольскому Да, спасибо Смотрите, сучки это круто Измена сучек непростительна Но если ты любишь Берешь бумагу, ручку и извиняешься Так, привет В целом же творчество не самое печальное Да и цифры 2,7 миллионов прослушиваний за месяц На Яндекс.Музыке А совместный с Биг Бэби Тейп Альбом Бандана Получил бриллиантовую награду От лейбла Sony Music Но мы тут не чтобы похвалить Собираемся правильно Пусть срет, блять, золотой унитаз Мне похуй За годы в медиа Кизару создал образ Принципиального человека Со своими ценностями Этим в первую очередь И подкупил рядового слушателя Настоящие пацаны работают ради культуры И конечно же не приемлемет Халтуры в творчестве На его счету десятки конфликтов Посоревноваться может разве что Собчак Отличие только что Ксюша не знает что такое снич Ты снич С тобой нельзя работать Фараона он предъявлял За отсутствие правды в текстах Группе хлеб И Биг Рашен Боссу За то что уродуют культуру Своей комедией А Оксимирону За слишком умные текста И отсутствие техники Ничего связанного с техникой Парень у тебя нет Берете тарелку и вилку И вот так вот скребете А главное что он всегда готов Высказать это в лицо И никогда не прикрывается Своими хоуми Я не прикрываюсь Ни своими кентами Ни папой Вот только зачем тогда Рэперу Фейсу Он подсылал своих людей Ну Урегулировать конфликт Через телемост Всегда же так Когда просишь передать трубочку Зовешь для этого толпу мужиков Даже на этом конце Какие-то его друзья Мои пацаны Борцы Бандиты Чувак даже ни хуя не может Сделать сам У меня только один вопрос А Олег Точно гангстер Или Екатерина Мизулина Отправил своих людей Чтобы припугнуть рэперов Мы устроили проверку На одного мэна Под именем Ванек Экей Фейс Я отправил Май Хоумис Проверка на его концерт И могу официально заявить Он жестко взял Май дик ин юр маус Прошу включить его В список И нас ничи Также принципы Кизару Распространяются На порядочность исполнителей Для Олега Неприемлема Одна мысль О разводе на деньги Со своим корешем У него кстати Уже менее кринжовые Вставки стали Они прям забавными стали Они раньше кринжовыми Мне нравится Только видосы редко высирает Пиздец Охуел Как минимум Охуел Рындыч О Он перестал общаться Потому что тот сделал фит С Витей АК-47 А он раньше рекламировал скам И после этого всего Что я для него сделал Он из-за фита с Витей АК Он отписывается от меня Типа нафиг смоки Туда же и кореша Артема Тарасова Из-за каперского проекта И рэпера 044 Роуз За обман битмейкера Дай мне знать Где ты находишься Короче Бэтмен Правда С Алиэкспресс Но Джокер тем не менее есть Это Морген Штерн Он обвиняется в дешевой славе Отсутствие индивидуальности И еще он фит хотел Что вообще может меня связывать С тобой Понимаешь Ты не мужик Настолько он ему неприятен Что даже людей Которые как-либо Пиздец Это первая наверное реакция Где я просто минимум паузы Нажимаю Просто слушаю Блять Что-то я так сегодня заебался Блять Мы действовали с ним Вычеркивает из рукопожатных Битмейкера Час Гуапа Он послал после того Как тот сделал ремень А чё с 44-м Блять Он потух как-то где-то Нормально делал уже Блять На песню Моргенштерна Кадиллак Потом я наутро просыпаюсь А меня материт Олег С вами никто больше не будет базарить С вас будут выбивать Все дерьмо Блять Да даже просто факт Что человек Бывал в ресторане Моргенштерна Достаточно Чтобы отказать В совместной работе Мы с Олегом Камер Мы наобщались А потом Он увидел историю Где я у Моргена в рейстике И блин Тэм Я даже не удивлюсь Если он отказался От ежедневной смены трусов Когда узнал Что Моргенштерн делает так же Олег в своих принципах Завидует Тупых прям Идет до талого Правда Есть одно Но И зовут его Орут Назарян Это кстати Тоже невероятная история Блять Это же вообще Разъебка сейчас пойдет Погнали нахуй За базар Надо отвечать Мужики так быстро Не переобуваются Эм Ой бляд Не хочет я расстраивать Да ты и сам все понимаешь Мне попу какой он на камеру Что он там кому рассказывается Ну и он нормальный парень И это самое важное Ну как-то Как-то блять Не очень получается Если честно Бля Как-то прям вообще Не очень получается То есть ты блять От типов Отписываешься Предъявляешь Из-за того Что они блять В ресторане у Моргена Посидели блять Но сам такой Да похуй Тарасов и Смоки Мост Тобы тоже нормальными парнями были Но че-то тебе это не помешало Обосрать их на весь интернет Все блогеры Абсолютно все Даже мои знакомые Сосите огромную шляпу И конечно не забывайте Про ваши ставки Вы по жизни можете Только наебать Слабых людей Интересное заявление Правда? Да Круто Уважаю Без шуток Более принципиального человека Я еще не видел А не Этот Чувак который с бодуна Клянется что никогда Пить не будет А Эйджа Бежит Плять Пакетами гремит Довольный Очень понравился Парт Арута Потому что я сидел И работал вместе с ним Над его партом А как же настоящие пацаны Работают ради культуры Вы ничего не понимаете Вот это вот все где? Очень большая конкуренция С теми пацанами Арут это блогер Инфоцыган Со своими курсами по заработку И десятками неподтвержденных бизнесов Друг И сооснователь Лейбла Моргенштерна Если что Вот обзор Он собрал буквально все Что противоречит Принципам Кизару Из-за которых тот Отказывался от людей Коммерческий рэп Скам И дружба с Моргенштерном Бляя Мужики Если он заскамил Типа На такое количество бабок То бля Памятник Да Давай еще Мемориальную доску Литвину Аллею каперов И комплекс памятников Жертв инфоцыганских репрессий И вместо родины Мать Блядь Блиновская С QR-кодом На марафон желаний Меня он не заскамил А Ну значит Нормальная Хуйня Не Ну по такой логике То блядь Все люди Охуенные Типа Наверное У меня маза Типа блядь Значит Тогда инфоцыгане Вообще Разъебчик делают Но меня то блядь Я ж у нее Или у него Ничего не купил Та нахуй Та вообще Правильно Я ж ничего не купил Меня то Не учили Так что Человек то нормальный В принципе Ну вот блядь Ну вот блядь Ну Гитлер же Мне нихуя плохого Не сделал Я ж блядь Ну с ним нахуй Не виделся даже Значит может Человек то он Блядь Неплохой Наверное Блядь Бля Ну это пиздец Логика ебейшая Если честно Братишка Еб то есть Ну Ху Знает Братан Это пиздец Так то заскамил Потому что во первых Орут мне не заплатил Раз Во вторых Кизару словил кучу хейтов Свой адрес Ну и в третьем Но вы блядь Что вы осуждаете Вы слышали Что я привел Блядь В пример нахуй Что блядь Осуждать Вы вообще Слышите Что я говорю Какая нахуй Статья За что Чтобы спасти репутацию Ему теперь приходится Защищать его И отказаться От своих принципов Так что Я лишь эр Уже не такой плохой Вы там раздули Блядь Какой то ебанутейший Конфликт Мы раздули Я к Алишеру Отношусь Он уже Вроде как Он там Вырос Да там У него там Да и Сыз брил Я же из-за них злился Любовь Перестаньте Потратить время На вот этот Токсичную Эту хуй Она вам вообще Котика кидаем Что Она ничего вам Жизни не даст Нихуя ты заговорил Любовь Лав Амур Махаббат Драгоста Милош Секварау Уля Я не знаю Как еще сказать Чтобы вы Опа Кого-то хлопнули Братан Если подытожить Кизару строит из себя Суперопасного гангстера Который Прохавал тюремную жизнь На уровне криминального Авторитета Вот только откуда это За пять лет Он отсидел Два раза По четыре месяца В комфортабельных Тюрьмах Европы С бассейном Баскетбольной площадкой И двумя кортами Для сквоша Отрицает все русское Но читает и зарабатывает На людях из России Предъявлял рэперам за тру Отказывался от друзей Из-за рекламы ставок Из-за контактов С Моргенштерном Но Фитануть с его другом Коммерсом за бабки Нелегальная БК Почему нет? Это кстати тоже Невероятная история На деле же Обыкновенный мажор Который от скуки Начал читать рэп И травить людей Запрещенкой Дабы пропитаться Бруклинско-гарлемской Романтикой А когда его приняли Просил маму и папу Дать денег Чтобы отпустили Вижу тут одного гангстера У которого Очень большой щелчок Короче Если это Тру генгста То в российских тюрьмах Каждый второй Под водой 8 Пабло Эскобар Все Обязательно оставляйте Ваши гангстера Бля Ну хороший Хороший обзор Мне понравился Класс Мне понравился Реально Ну реально кайф Бля Это 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 реально Пиздец Чуваки Мне тут Орут Горит Ой Не Ну Орут люди Не этот чел Горит О Разбор Нахеса Блять Где Дайте Нахуй Разбор Нахеса Я посмотрю Дайте Ссылку Ее Никто Не даю Дайте Открою Продолжение следует...